Как плавали древние люди? В древности люди вели оседлый образ жизни. Вода, реки, озера, моря и океаны дала человеку возможность отправиться в дальний путь, увидеть новые земли, познакомиться с людьми, их населяющими, наладить торговлю. Для таких путешествий нужно было создать средство для плавания. Судно. Первыми судами стали стволы деревьев, на которых переправлялись через озеро или реку, отталкиваясь одна шестом. Связав несколько бревен вместе, люди получили плод, надежный и устойчивый. Лодки из стволов деревьев называли однодревками. Ствол выдалбливали или выжигали с одной стороны, спереди и сзади. Ему придавались заостренные формы. Такая лодка, челн, могла перевозить людей и грузы. Знаешь ли ты, что индейцы Перу из сухих стеблей тростника до сих пор делают лодки сампы? На изготовление большой сампы, узкого суденышка с круто загнутыми кормой и носом, уходит не меньше трех недель. С шестом плавать по глубоким местам было трудно. Тогда шест переделали, сделали его похожим на лопатку. Так появилось весло. Оно позволяло отталкиваться не только от дна водоема, но и от самой воды. Чтобы использовать ветер, лодки оборудовали вертикальной стойкой, мачтой. На ней поднималось полотнище, парус. Древние мореходы. На Средиземном море в древности обитали народы, вся жизнь которых была связана с судоходством. Египтяне, финикийцы, греки торговали, занимались рыбной ловлей, морским разбоем. Они изобрели большие деревянные корабли с хребтом, килем и ребрами, шпангаутами. К ним крепилась дощатая обшивка. Появился настил, палуба. Под ней размещались трюмы. На одной-двух мачтах поднимались прямые и косые паруса. Для хода в безветрие использовались весла. Носы боевых кораблей украшали острые бивни, тараны. Ими пробивали борт вражеского судна. Если нужно было захватить корабль, с ним сцеплялись бортами и по мосткам перебегали на его борт. Парусно-гребные суда применялись в основном на Средиземном море. Легкие галеры и тяжелые галиасы с одним рядом в весел несли большие паруса и пушки. Их использовали и в военном деле. И для пиратства, морского разбоя. Вплоть до 18 века. Скандинавские мореходы, норманны, впервые вышли в открытый океан. Их корабль, драккар, не боялся сильных волн. Его корпус был гибким. Он пружинил, благодаря специальной конструкции, обшивке. Парусные суда. В Балтийском и Северном морях, где всегда дует сильный ветер, мореходы всецело положились на паруса. Мачты на кораблях стали выше, парусов на них больше. К мачтам пристраивались продолжения, стенги, на которых тоже поднимались паруса. Применялись сочетания прямых и косых парусов. Прямые работали в попутный ветер, а косые в боковой. Мореходы научились лавировать, то есть водить свои корабли даже против ветра, принимая его то правым, то левым бортом. Со временем появилось несколько типов парусных судов. Одномачтовый, шлюп и гюкер, и двухмачтовый, брик, шхуна, бригантина. Корабль с тремя мачтами называли фрегатом. Если мачт было больше, кораблю. И в 20 веке парусники продолжали возить грузы. Их корпуса строили из стали. Число матч доходило до семи. Затем парусные суда использовали только для подготовки моряков. Если курсант не испугается работать с парусами на огромной высоте в бурном море, он станет отличным моряком на любом судне. Знаешь ли ты, что парусные суда перевозили пассажиров и различные товары, солдат и рабов, золото и драгоценные камни. А такие, как шлюп и бригантина, маленькие, быстрые и верткие, очень полюбились пиратам. Рыболовные суда. Реки, озера, моря и океаны – неисчерпаемый источник пищи. Рыбы, моллюсков, других морских обитателей. Первым орудием лова была удочка. Затем изобрели сеть – невод, в ячейках которого застревало много рыбы. Сетями ловили рыбу в течение тысячелезий. Особенных успехов в рыболовстве достигли народы Северной Европы, Балтии, Японии, Кореи, а также жители маленьких океанских островов – атоллов. Именно у этих народов рыба составляла основной рацион питания. В XIX веке появились специальные суда для рыбной ловли – сейнеры. Их орудие лова – кошельковый невод. Когда косяк рыбы оказывался над сетью, невод тянули наверх, и он захватывал рыбу как огромный кошелек. Позже появился траулер. Он ловит рыбу огромным вертикальным неводом – тралом. Траулер идет с небольшой скоростью над косяком рыбы, а трал вылавливает ее. Полной рыбы трал вытягивают на борт судна. Рыбу отправляют в трюм, оборудованный холодильной установкой. Такой траулер называется морозильным. Знаешь ли ты, что? Существуют также специальные суда для ловли креветок, осьминогов, кальмаров, моллюсков, крабов и для сбора съедобных водорослей, таких как морская капуста. Пароход и теплоход. В Англии много лет назад была изобретена паровая машина. В качестве двигателя она нашла применение в различных механизмах, превращаясь в пар. Вода расширялась, толкала поршень и совершала работу. Паровую машину приспособили для приведения в движение судов. Она вращала гребные колеса, расположенные по бортом судна. Так появился пароход. Пароходы сразу стали популярным транспортом на реках, а потом вышли в моря и океаны. Вскоре колеса заменили более эффективные гребные винты. Корпуса пароходов начали строить из металла. Появились большие пароходы. Одни перевозили пассажиров, грузы, почту. Другие использовались для военных целей. Пароход стал самым надежным транспортом. Конструктор Рудольф Дизель изобрел чудо-двигатель. Дизельный двигатель обладал разной мощностью, от небольшой до гигантской, и потреблял немного топлива. Такой силовой установкой стали оснащать корабли и суда, назвав их теплоходами. В настоящее время теплоход – самый распространенный вид судов. Линкор – воин и хозяин морей. Еще во времена деревянных кораблей основой морской мощи стал линейный корабль или линкор. Это была настоящая парусная плавучая крепость с несколькими сотнями пушек, которые стреляли через портики, отверстия в бортах. Линкоры называли кораблями для боя в линии баталии, так как несколько линкоров становились в цепочку, боевую линию и громили противника бортовыми залпами. Линкоры позже стали строить из металла. Они обросли толстой броней. На смену сотням пушек пришли мощные орудия. Обычно линкор нес четыре орудия в носу и корме. Такие линкоры называли броненосцами. В начале прошлого века в Англии построили линкор нового типа – дредноут. Он имел пять башен. Огнем из них управлял один человек, находившийся на мачте с оптическим прибором наведения орудий. Дальномером. Дредноут мог вести бой с несколькими броненосцами. Все ведущие державы стали строить такие линкоры. Толщина брони и мощь орудия линкоров постоянно росли. Японский Ямато мог обстреливать любую цель в пределах видимого горизонта, но бронированное чудовище все же уничтожили самолеты. Авианосец. Плавучий аэродром. С появлением авиации возник и новый класс кораблей – авианосцы. Вся их верхняя палуба представляет собой летное поле. В носовой части самолеты взлетают, пользуясь разгонным устройством – катапультой. В кормовой части они садятся, используя для торможения натянутые поперек палубы – тросы. За них нужно зацепиться специальным крюком. Чтобы не мешать самолетам двигаться по палубе, командирский мостик был уменьшен в размерах и смещен к борту. Эта надстройка получила название «остров». Флотоводцы Англии и Японии в начале Второй мировой войны доказали, что авианосец – истинный хозяин морей и основная ударная сила флота. Шесть японских авианосцев разгромили американскую базу Перл-Харбор. Современные ударные авианосцы являются самыми большими надводными военными кораблями. В движение их приводят мощнейшие установки – атомные реакторы. В ангарах авианосцев под полетной палубой размещается около сотни самолетов и вертолетов разного назначения. Все они в боеспособном состоянии. Знаешь ли ты, что авианосец называют королем океана? В походе его сопровождают свита, крейсеры, эсминцы и корветы. Они не дают ему стать мишенью, контролируя окружающее пространство. Подводная лодка. Долгое время изобретатели подводных лодок приводили их в движение, крутя педали наподобие велосипедных. В конце концов, подводная лодка превратилась из сомнительного эксперимента в оружие. Под водой лодка двигалась благодаря электромоторам, питаемым от аккумуляторов. Воздух им был не нужен. Затем изобрели самоходную мину или торпеду, которая выстреливалась лодкой из-под воды и поражала цель, взрываясь на глубине и пробивая кораблю борт. Современные подводные лодки стали быстроходными, менее шумными. Теперь торпеды могут наносить удар надводному кораблю неприятелю метко, скрытно и на очень большом расстоянии. Атомные подводные лодки. Ударная сила флотов ядерных держав. Они несут ракеты с атомными боеголовками. Подводные крейсеры с крылатыми ракетами и мощными торпедами – другой класс подводных лодок. Они топят надводные корабли противника. Класс атакующих лодок, вооруженных торпедами, ищет подводные лодки неприятеля. Эскадренный миноносец. Эскадренный миноносец или эсминец – небольшой быстроходный корабль. Сначала основной его задачей были атаки кораблей противника, торпедами и артиллерийским огнем. Преимущество эсминца – скорость, поворотливость, небольшие размеры. Эсминцы выполняли даже роль разведчиков. Затем торпедные аппараты на их палубах уступили место бомбометам, которые стреляли страшным противолодочным оружием – глубинными бомбами. Для обнаружения подводных лодок эсминцы оборудовали специальными высокочувствительными приборами – сонарами. Они могли улавливать звуки на глубине и опознавать шум винтов подводной лодки. На эсминцах стали размещать ракетное оружие и радиолокаторы для его наведения. Теперь у эсминца появилась возможность атаковать управляемыми ракетами надводные корабли и самолеты противника. Современные эскадронные миноносцы могут сбивать вражеские ракеты. С подводными лодками эсминцы борются с помощью специальных противолодочных самонаводящихся торпед. Гидролокатор – еще один прибор для обнаружения подводного неприятеля. Он излучает звуковой сигнал и ловит эхо, отраженное от корпуса лодки. Эсминец – грозный противник. От него непросто сбежать. Лайнер и паром. Пассажирский пароход долго был единственным средством доставки путешественников с одного континента на другой. Пассажирские суда курсировали по одной линии. Линия по-английски звучит как «лайн», и пассажирские пароходы стали называть лайнерами. Они превратились в настоящие плавучие дворцы. Однако появились реактивные пассажирские самолеты, и век лайнеров закончился. Никто не хотел тратить на дорогу из Европы в Америку четыре дня, если можно долететь за несколько часов. Лайнеры стали плавучими курортами. Они начали совершать морские путешествия по теплым морям и экзотическим странам. Такое морское путешествие называется круизом, а судно, ходящее в круизы – круизным лайнером. Паром перевозит людей и грузы. Ходит он на небольшие расстояния, связывая между собой порты на разных берегах залива или реки. Морские паромы похожи на круизные суда, но в носу и корме у них есть громадные ворота. Через них на автомобильную палубу въезжают машины. Речной паром – это широкая баржа. Выгрузив пассажиров и автомобили на одном берегу, паром может принять встречный груз и тотчас направиться к противоположному берегу, не разворачиваясь. Ледокол. Некоторые страны расположены неподалеку от покрытых льдами макушек нашей планеты полюсов. Там нужен особый транспорт – ледоколы. Эти специальные суда ломают лед и ведут за собой обычные теплоходы, которые продвигаться во льдах не могут. Первый ледокол перестроили из обычного буксира. У небольшого пароходика была срезана под острым углом носовая оконечность, благодаря чему он получил возможность наползать на лед и ломать его своей тяжестью. Первый в мире морской ледокол «Ермак» водил караваны судов в Арктике, выручал корабли из ледового плена, проводил научные исследования. В военные годы он охранял не только от льдин, но и от вражеских самолетов. Первый в мире атомный ледокол «Ленин» расчищал ледовую дорогу и был проводником для караванов кораблей на Северном морском пути. Теперь он поставлен на вечную стоянку в Мурманске. Его собрат, атомный ледокол «Арктика», впервые в мире стал надводным кораблем, который достиг Северного полюса. Знаешь ли ты, что в настоящее время самый большой в мире ледокольный флот имеет Россия? Ледоколы перевозят по Северному морскому пути огромное количество грузов, необходимых жителям нашего Крайнего Севера. Сухогруз и танкер. Сухогруз – это основной тип судна, предназначенного для перевозки грузов. У него говорящее название. Он может возить буквально все, что не плещется и не переливается. От ваты до стальных листов, от фанеры до грузовиков, от бананов до книг. Сухогруз имеет большие объемистые трюмы. В одном и том же трюме может размещаться сразу несколько видов груза. А для того, чтобы они не перемешались и не испортили друг друга, трюм разгораживают специальными выгородками. Грузят и разгружают сухогрузы краны, причем как береговые, так и собственные. Последние расположены на мачтах, между крышками трюмов. Экипаж сухогруза размещается в небольшой надстройке в середине судна. Жидкий груз, мазут, нефть, бензин перевозит танкер. Английское слово танк означает бак, цистерна. Корпус танкера разделен на несколько громадных отсеков, танков. В них закачивается жидкий груз. Когда танкер идет по морю, он лишь немного возвышается над водой. Зато подводная часть уходит вниз на 15 метров. Контейнеровоз и лифтеровоз. Грузовые перевозки по морю – самый удобный способ доставки больших партий товаров. Груз помещают в громоздкие стальные ящики – контейнеры, которые складируют на морской транспорт. Суда для перевозки контейнеров называют контейнеровозами. На корабле контейнеры размещают в несколько этажей. Судно, заставленное сотнями одинаковых кубиков, отправляется в плавание. Существует класс судов, которые перевозят большегрузные автомобильные прицепы. Такие суда называют ролкеры. Английское слово ролл означает катить. В порту груз выкатывается с судна на причал по складным мостикам. Существует и такой грузоперевозчик, как лихтеровоз. Это судно перевозит большие плавучие контейнеры, называемые лихтерами. Для погрузки и разгрузки лихтеров судно оборудовано специальным краном. Он перемещается по рельсам. В порту лихтеровоз сгружает лихтеры на воду. Далее буксир-толкач транспортирует грузы к берегу. Буксир и спасательное судно. Буксир перетаскивает с места на место другие суда, и баржи, и супертанкеры. Он может тянуть судно за собой с помощью буксирных трос, а может толкать перед собой, используя специальное приспособление. Рампу. Буксиры-толкачи водят караваны несамоходных барж по рекам, озерам и каналам. Незаменимы буксиры в порту. Они разворачивают тяжелогруженные суда, пассажирские лайнеры и военные корабли. Помогают шфартоваться к причалу. Существуют также океанские буксиры. Они тащат в открытом море несамоходные и сломавшиеся суда. Океанский буксир – большой корабль, способный выдержать любой шторм. Такие буксиры выводят в море буровые платформы. Получив сигнал бедствия от корабля или подводной лодки, на помощь устремляется спасательное судно. Оно оснащено всеми нужными средствами – буксирными тросами, пожарными гидрантами, шлюпками, вертолетами для подъема людей и даже подводными аппаратами для помощи подводным лодкам. Знаешь ли ты, что спасательное судно должно быть очень прочным? Иногда его оснащают ледокольным носом. Ему должно быть нипочем – ни шторм, ни ураган, ни ледовые поля. Кто и как изучает океан? Об океане и его жителях мы знаем очень мало. Однако каждый год ученые открывают десятки неизвестных науке морских обитателей – диковинных глубоководных рыб, светящихся в темноте, крошечных креветок, гигантских кальмаров-кракенов. Эти открытия были бы невозможны без участия научно-исследовательских судов, на которых трудятся ученые-океанологи, биологи, географы, физики, химики из разных стран мира. Норвежец Нансен на корабле Фрам несколько лет изучал в Арктике движение льдов и обитателей полярной шапки Земли. Экспедиция русских капитанов Лазарева и Беллинсгаузена открыла Антарктиду. На современных научно-исследовательских судах есть глубоководные аппараты – батискафы. С их помощью были открыты многие подводные чудеса. На глубоководных аппаратах ученые исследовали знаменитые погибшие корабли, такие как «Титаник». Погружались самые глубокие из известных на Земле точке морского дна. Продолжение следует... Продолжение следует...